К неполной разборке сборки автомата Калашникова приступить. Воспитанников юнормейского отряда «Алмаз», юношей и девушек из поселка Прибрежный, будущими защитниками родины можно назвать смело. Они и магазин от автомата Калашникова снарядят оперативно и первую помощь окажут быстро, умело и профессионально. Вот такая вот хрупкая девушка, а жгут накладывает очень умеючи. Ну а про озвучные дисциплины, вроде разборки-сборки автомата Калашникова, тут можно видеоинструкцию снимать. Настолько высокий класс демонстрируют юнормейцы. Недавно ребята стали победителями финальных состязаний Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью призывники «Служи России-2024». Представляя Самарскую область, проявив невероятную сплоченность и волю к победе, команда из Прибрежного не просто заняла первое место. Ребята привезли домой еще и 20 кубков за победы в личных первенствах. Секрет успеха, считает их руководитель, офицер запаса Роман Федоров, прост. Ребята собрались, вот те, которые именно заинтересованы в этом всем были. Ну и я сам тоже, как бы за ними это было интересно, поэтому я за это взялся. Вот, настоящий момент у нас 92 человека в отряде уже. То есть это от 2-го и до 11-го класса ребята. Чтобы победить, парни и девушки не просто учились военному делу настоящим образом, но и записались в тренажерный зал. Матвею Клышникову здоровый образ жизни очень помог. Молодой крепкий парень принес команде 4 кубка в индивидуальном зачете. Два первых места – магазин, прыжки в длину. И два вторых места – это у нас бег и потягивание. Если сравнить с 19-й год, и сейчас насчет физического плана, то намного стал мощнее. Вот, ничего не боюсь. И родину больше стал любить. За победу ребят поощрили экскурсионным туром в Санкт-Петербург. Но этот успех, говорят сами юнормейцы, не повод расслабляться. Впереди еще много того, чему необходимо учиться. И где необходимо победить. Николай Козлов, Сергей Костин. Новости губернии.